Всем привет, всем привет, ребят, ещё раз с вами Лев97 Ченнел, последняя посылочка на сегодня. Вот эту посылочку я жду дольше всех, больше всех я эту посылочку жду. Офигенная посылка. Это усилитель, автомобильный усилитель, который стоит что-то чуть ли не 600, то ли 700 рублей, я его купил на гага-сделках за 400 рублей всего. Да, вот это Amphilers, 16 долларов, был трек-номер, трек-номер в принципе есть, вот он. Но я его с самого начала отслеживать не могу, вот он мне буквально 2 дня назад что-то там оттрекался, что он в Екатеринбурге, а сегодня уже вообще никак, то есть как будто неизвестный трек-номер. Вообще непонятно, 251 грамм, масса, что тут у нас, 16 долларов, да, оценили, total value 10 долларов, странно. Ладно, не суть важна, я уже хочу на него посмотреть, очень долго жду этот усилитель, прямо не могу. Хочу, 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 хотел, хотел такой усилитель и дождался его, вот видите, на гага-сделках все равно рано или поздно все появляется, особенно когда этого очень сильно хочешь, когда я что-то сильно хочу, жду, 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 забываю уже об этом. И потом хоба, а они появляются на гага-сделках. Усилитель Kinter, вот такой вот маленький-маленький-маленький, на фотках такой огромный, а вот тут в реале он вот такой вот маленький, такой вот коробочке хорошенькой. Это Hi-Fi стерео усилитель Kinter, 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 классный усилитель, давно хотел себе заказать. 12 вольт, входная от адаптера 70 дБ, потом что еще? Так, что тут? Два, поддержка двух каналов по 4 ватта, Мэйден Чайна. Ну это понятно, вот тут голубой и красный, я не знаю какой у меня там лежит, но я по-моему заказывал красный. Да, вот тут видите не стоит, а тут стоит QC Pest. Отклепили, наверное, open, open from here. Ну это для дураков совсем написали, те кто не понимает. О, голубенький, нифига себе, но я красный заказывал. Ну ладно, а нет. Красный-то я дальтоник, блин, ни хрена не видел. Ой-ой-ой, какой хороший усилитель. Очень долго-долго-долго думал покупать его или не покупать. Там отзывы не у всех продавцов были хорошие. И вот этот магазин, он вообще не раскрученный был. Ну что-то как-то я не побоялся, заказал. На ютубе очень мало видео вот именно про этот усилитель. Так, что этот модель? Ой, ребят, не помню. Но я в названии видео, вы увидите модель этого усилка. Так, что в коробочке? В коробочке больше ничего нет. Смотрим. Очень классный металл. Прямо, знаете, такой крутой вообще металл. Смотрится классно, вот так вот бликует. Так, что мы тут видим? Кнопочка Power, не переключателем, кнопкой. Так. Что тут еще есть? Регулятор басовых частот. Так, потом регулятор высоких частот Treble. По-моему, да, Treble, по-моему, высокие частоты. И вот такой вот регулятор громкости, Volume. Я смотрел, что вот эта вот еще фигня, и она светится. Светится эта фигня. Так, что тут у нас еще пишет? Hi-Fi Stereo Audio Filler Digital Cinema Sound. Не знаю, не знаю. Проверим потом. Что тут у нас пишут? А, вот модель. МА-170. Кентер МА-170. Вот такой вот двухканальный усилитель. Вот такой вот очень миниатюрный. Так, что тут у нас на задней панели? На задней панели у нас два тюльпанчика под левый и правый канал. Ну, то есть устройство ему подключать. Допустим, плеер. Вот сюда мы подключаем динамики. Вот такие вот. Очень мне нравится тут, что не надо запаивать ничего. Просто замотал, закрутил провод. Запихнул туда, и все, оно зажалось. Отлично. Мне вообще нравится. Так, вот спикер Impendance от 4 до 16 Ом. Это общее сопротивление от 4 до 16 Ом должно быть. Так, вот для правого канала, вот для левого. Соответственно, черный минус, красный плюс. И гнездо для питания 12 В. У нас кромочка с минусом, сердцевина с плюсом. Вот так вот. Не знаю пока ничего сказать. Ребят, обещал сделать обзор на усилитель на 1А. ТДА-72. Ой, какой там. Короче, блин, сейчас посмотрите, ребят. Вспомнил. Вспомнить бы еще. Вот на этот усилитель я забыл сделать обзор. Не забыл, а просто времени не было на него делать. Да, вот, усилитель на микросхеме 72-97. Вот такой вот усилок. Я сделаю отдельные обзоры вот на этот и на этот. Вот, кстати, купил ручку к нему, чтобы это выглядело достойно. Вот, сделаю обзорчик. Мы послушаем с вами, что, как он играет. И вообще, то есть, стоит покупать или нет. Ну, за такие деньги, конечно, надо купить. Если вы ищете себе усилок. Ну, я смотрел на ютубе видео, вообще, как бы, в принципе, за такие-то деньги, почему бы и не купить. Нормально играет, как бы. Ну, как бы, люди довольны, я так понял. Я, надеюсь, тоже останусь довольным, потому что я вот хочу его использовать для таких нестандартных целей. Я из него хочу сделать полноценно огромный такой усилитель. Не, ну, хочу, короче, максимум выжать из него все соки, чтобы можно сделать, допустим, какую-нибудь там, не знаю, какую-нибудь стереосистему нормальную, ну, чтобы долбило, так знаете. Хочется временами послушать какую-нибудь музыку на полную катушку. А вот стандартные встроенные усилители не позволяют, вот даже у меня, у микшера моего, там усилок не позволяет подключить крутые динамики. Тем более, у меня колонки, они без усилителя, они просто, как бы, ящики, и у них динамики. Там нет усилителя, ничего, просто, то есть, подключаем напрямую к микшеру, и все, как бы. Там усилок стоит не сильно мощный, поэтому вот. А вот с этой штукой у меня проблемы эти исчезнут, у меня усилитель будет усилять динамики. А вот в этот input я подключу уже микшер, то есть, пущу микшер, либо там еще что-нибудь, либо mp3-плеер. Универсальная вещь, будем смотреть. Внутри, конечно, хотелось бы тоже в нем покопаться, но я лезть не буду, дабы ничего-нибудь там не навредить. В общем, вот такой вот усилок. Давайте, кстати, попробую я его подключить сейчас. Посмотрим, будет работать или нет. У меня где-то был нестабилизированный блок питания. Вот такой вот. Вот такой вот блок питания на 12 вольт. Сейчас возьму штекер. Так, быстро-быстро-быстро, время заканчивается. Так, посмотрим, я уже не помню, что тут, как делать. По-моему, вот этот. Так. Или вот этот. Ай, блин. Во, вот этот. Так, все, быстренько-быстренько-быстренько-быстренько. Ай, надо ключ. Надо ключ. Меняем быстренько вольтаж. Время заканчивается просто. Меняем вольтаж на 12 вольт. Так, вот 12 вольт поставили. Порубаем в усилок. Так, соблюдаем полярность, ребят. Это вот самое главное. Самое важное соблюдать полярность. Так, это что у нас? Кромочка с минусом. Сердцевина плюс. Оп. Ставили. Так. Опа. И подключаем. Быстренько у меня осталось немного. Так. Опа. Смотрим. Вот такая вот у нас подсветочка. Видите? Плавно меняется. Выключу сейчас свет. Красный. Оранжевый, зеленый. Вот такая, в общем, прикольная функция у этого усилка. То есть, можно, меняется вот так вот цвета. Прикольно. Ладно, ребят. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Комментируйте видео. Подписывайтесь на мой канал. Ждите обзора усилителя. Пока. Всем пока, ребят. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok